Руководителей крупнейшей энергосбытовой компании России «Энергострим» арестовали, впрочем, пока заочно. Генерального директора Юрия Желябовского, а также двух его экс-заместителей Татьяну Мурумсову и Татьяну Бондареву обвиняют в крупномошенничестве, пишет газета «Коммерсант». По версии следователей, им удалось похитить акции десятка энергосбытовых региональных компаний. В результате той коммуникальной энергетической аферы энергоактивы перешли в собственность иностранных аффилированных предприятий в Республику Кипр и Виргинских островов. Ущерб следствия пока оценят в 694 миллиона рублей, а что касается самих подозреваемых, то по версии МВД, экс-руководители «Энергострима» давно покинули страну. У них есть активы в Германии, Испании и Швейцарии. Их адвокаты, в свою очередь, считают заочный арест немотивированным, а само уголовное дело связывают с конфликтом между учредителями, пишет сегодня «Коммерсант».